Приветствую вас. Я не буду столь категоричен в своих суждениях относительно того, что происходит. Вот, хочу отличаться от своего коллеги. Мне кажется и кажется, что здесь не все так однозначно. Во-первых, наверное, стоит поднять тему того, как вы общаетесь. Друг с другом, да? Ну, то есть, вот вообще, помимо, скажем, секса, да, вот как вы общаетесь? Просто, если между вами общение, как оно, если есть, протекает это общение. Вот, мне кажется, что на это нужно обратить внимание. То есть, общается хорошо, если у вас, ну, есть общее что-то друг с другом. Вот, то мне кажется, что в таком случае можно говорить о том, что у мужчины просто, ну, изголодался по сексу. Тот стрит у нас, который, видимо, идеально подходит ему, как сексуальный партнер, да, то есть, во всем, ну, во всех смыслах его привлекает и так далее. Вот, и человек просто, ну, не может сопротивляться своим, как бы, инстинктам, своим желаниям. Ну, вот, хочет и хочет, хочет и хочет, хочет вас, скажем так, безумно и, как бы, здесь, наверное, нельзя говорить о том, что, ну, что это прямо обязательно использование вас. Вот, то есть, по крайней мере, по крайней мере, все не так, на мой взгляд, однозначно, да, как может показаться на первый взгляд. Вот, ну, с другой стороны, если общения между вами нет, если общения между вами недостаточно, если, если общения между вами вообще не присутствует, да, то есть, вы практически, например, не общаетесь друг с другом. Вот, ну, в таком случае я полагаю, что он действительно вас использует, то есть, если вас вот ничего не связывает, то друг с другом, если вас ничего не объединяет, то, ну, наверное, в таком случае он действительно просто-просто вас использует и все. Вот, в этом смысле, соответственно, в первом случае, если между вами есть общение, если между вами есть какое-то вот взаимодействие, если вы, ну, связаны друг с другом, как-то, то, в этом случае мне думается, что, действительно, такие, такие, более частые встречи, вот, они могли бы пыл мужчине, мужчине снизить, ну, снизить, вот, и, соответственно, это, изменило бы его с поведением секса, вот, значит, он удалил бы, удалил бы свой голод, да, свои жазы, в данном случае, если мы говорим об этом. Вот, соответственно, это, момент, вот, такой, вывод, то есть, это может поменяться, да, это может поменяться, это может изменится, может измениться, на самом деле, может измениться, как мне видится, но только при условии, если вас что-то объединяет. То есть только при условии, если вот, называемые, есть, какие-то общие вещи, да, которые делают вас, ну, ну, ближе, ближе, скажем так. Вот, в противном случае, наверное, все-таки ничего не получится. Вот, значит, что касается вас в этой ситуации, да, то мне думается, что имеет смысл, во-первых, поговорить об этом, что по сути, по сути, вы могли бы высказать ему вот то, что он написал сейчас нам, что вам скажут, что человек, как-то вот, ну, не удовлетворяет, да, свои, насчет, ну, свои потребности, да, так сказать, вам кажется, что это все вот так вот слишком поспешно происходит. Вот, вы можете, в принципе, в принципе, на мой взгляд, это сказать. Человеку, мне кажется, что сами вы можете подобное озвучить, ничего страшного, негативного в этом нет. Нет, я думаю, что если, опять же, мужчина хорошо к вам относится, то он отреагирует на это более чем адекватно. Вот, если он относится к вам негативно только вот с точки зрения использования вас, то в таком случае, ну, совершенно очевидно, да, что он вас примет это негативно и будет убеждать вас в том, что все хорошо, что ничего не случилось, ничего не произошло, все замечательно, все нормально, вот, и никаких проблем, собственно говоря, нет. Вот, но, подобную заботу о нем, я считаю, вы должны проявить, вот, а мы, что-то, если вам на человека не плевать, да, вот, больно, что, видите, вот, он не получает полноценных эмоций, а как такие отношения понимать? Ну, отношения такие понимают, что это отношения жадные. То есть, вот, я вижу, по крайней мере, да, я вижу эти отношения как жадные. То есть, просто элементарный жадность, элементарный голод, ничего не соображает человек, вот, и относиться к этому, ну, на мой взгляд, нужно, наверное, именно так. Потому что человек просто пытается дополучить то, что вот ему не хватает. Я думаю, что данный период, период страсти, данный период, период страсти, обязательно пройдет, что будет дальше, непонятно, но пока это отношение чисто вот, только ради, там, ооо, ну, секси, вот, это нехорошо и неплохо, если есть какая-то еще объединяющаяся, вот, ну, два. Если нет, то, соответственно, ну, наверное, это отношения, просто действительно, как говорит мой коллега, это отношения использование. Вот, в принципе, в принципе, такая история, так, я думаю, может, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.